Лед, снег, рев моторов. В основном отечественные и несколько иномарок рассекают по ледовой трассе, уверенно или не очень, входя в повороты. Участники говорят, хотя к отечественному автопрому принято относиться снисходительно, в зимних видах спорта наши машины дадут фору многим иностранным. А кто-то просто очень любит именно отечественный автопром. Я использую отечественный автопром, потому что это доблестная, продолжая доблестные традиции нашего великого автоспортивного прошлого, москвичи, которые побеждали на ралли Париж-Дакар. А еще не так жалко, как иностранное? Да нет, кстати, жалко. Любую машину жалко. Это же моя любимая ласточка. Организаторы говорят, кубок «Барнаульская ракета» проходит с 2015 года. Но, несмотря на название, раньше дрифтовали за пределами города. В предыдущие годы мы делали на озерах, на реках замерзших. То есть расчищали там конфиг и после этого, соответственно, там ездили. А в этом году получилось так, что все озера не в очень хорошем состоянии. И получилось так, что мы заливали здесь. 36 участников. В основном из Барнаула, Рубцовска, Омска и других сибирских городов. В одиночных заездах лучшим становится тот, кто пройдет трассу правильно и чисто, выполнив все повороты. В парных требуется пройти ее же максимально осторожно, не касаясь при этом другой машины. Участники уверяют, несмотря на кажущуюся сложность, вступить в ряды пилотов может любой желающий. Было бы желание и опыт. Кто из зрителей не побывал на соревнованиях, может насладиться гонками уже в конце января. На ипподроме пройдет второй этап «Барнаульской ракеты». Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.